Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня у нас рассказ о повести Светланы Вавровой. Итак, это известный писатель. Её повести для детей и юношества завоевали уже у очень многих читателей. И вот эта чудесная сказка, она повествует, в общем-то, о Марусе, дошкольный возраст. Ей вот шестой годик, она скоро пойдёт в первый класс. Собственно, этим и в финале повесть заканчивается. Но эта сказка, она перенесёт нас в совершенно фантастические обстоятельства. И даже на много миллионов лет назад. Обо всём по порядку. И так поросята не летают. Что это такое? Это история о Марусе. Это девочка. У неё есть брат-близнец Матвей. Они живут в обычной самой семье. Мама доктор, папа учёный. Работает в научно-исследовательском институте. Причём Маруся, к сожалению, страдает очень сильной аллергией. Ей никак нельзя простужаться, никак нельзя заражаться и вдыхать каких-нибудь микробов. И как она их себе представляет, что они повсюду летают, значит, крышками машут, хвостиками виляют. Вот и, значит, Маруся заражают. Она от этого оглушительно чихает. Вот. И, в общем, постоянно болеет. Поэтому с ней часто сидит бабушка. Бабушка-герой. Она ездит 15 остановок на маршрутке через весь город для того, чтобы посидеть с Марусей. А почему посидеть? Ну, в садик она больная ходить не может. И Матвей ужасно завидует. Брат у неё в садик ходит. И, в отличие от Маруси, не особо-то чем болеет. Вот. В садике у него много друзей. В садике ему интересно. Там есть игрушки каких-то нет дома. А он, в свою очередь, Марусе страшно завидует. Потому что она остаётся дома. Ей не надо рано вставать. Она спит подольше. А иногда, когда у бабушки случается давление, пока Маруся была маленькая, давление, ну, в общем, она думала, что бабушку кто-то давит. Ой, может быть, задавит совсем. Какой ужас. Но оказалось, что всё не так страшно. Это артериальное давление. Просто нужно лежать в кровати и пить таблетки. Вот. И, соответственно, в эти дни сидеть с Марусей совершенно некому. Мама брать её с собой на работу не может. Поскольку мама работает в таком интересном месте, в больнице, где разные больные кусочки у людей отрезают. А потом аккуратно зашивают, чтобы всё заживо. И было красиво. И люди были здоровы. Называется хирургия. И вот там детям точно не место, говорит мама. В принципе, я с ней согласен. Вообще, шуточные определения и диалоги в книге очень удались. Это замечательный, я бы сказал, стиль. Вот он озорной и одновременно не обидный. Хотя вещи, в общем, обсуждаются нешуточно. И, например, таскает папа Марусь с собой на работу. На работе что? На работе компьютера, много этажей всякой электронной техники. Значит, там сложный отдел. А ещё там есть самая настоящая машина времени. И тут мы вступаем, значит, в пространство фантастики. Потому что, если мы слушаем Светлана Лаврова, значит, мы будем знать, что это будет повесть, написанная с большой изобретательностью и фантазией. Папа действительно работает в каком-то хроноинституте. Значит, но, увы, это не гости из будущего. Ничего, собственно говоря, в будущем они не делают. А вот в прошлое, причём на много-много-много миллионов лет назад, посматривают. Посматривают они специальные кабины, защищённые стеклом. Допустим, когда кабина погружается в эпоху Докембрия, там у нас море вокруг. И там, значит, вода даже... авария чуть не произошла. Вода просачивается сквозь стекло, потому что остекление кабины не предусматривало такого, видимо, давления. И чуть не случается несчастный случай. Но, вообще говоря, наблюдатель там в этой кабине замкнут. Он не может просто так войти, выйти, значит, из 21 века туда, значит, в эпоху динозавров и так далее. Вот. И в это самое время, там, глубоко в прошлом, они могут наблюдать то, что происходило. Происходят довольно скучные вещи. Какие-то толпа грязных мужиков с топорами пробежала мимо экрана. Это всё, что запомнила Маруся. Потом пробежала обратно, видимо. Это такая тусовка. Вот. А вообще ей не положено быть в научно-исследовательском институте. Поэтому все, кто её случайно видит, а её видят, конечно, другие сотрудники, закрывают глаза, отворачиваются и делают вид, что Маруся никого нету. Приходите, пожалуйста, ни с кем, говорит начальник папе. В эту субботу у нас будет запуск машины времени, да. Значит, и вот в этот раз, знаете ли, никого не берите. А я никого и не беру, говорит папа. Вы никого и не берите. Потому что её не замечают. В буквальном смысле слова отворачиваются, только конфеты так пододвигают, не глядя. Маруся, конечно, занимается там важными делами. Даже пытается помогать папе. К счастью, она не дотянулась до самой главной красной кнопки. Вот. И существенно помочь папе не смогла. Вот. Так. Чуть-чуть. Ну и когда, наконец, всё-таки воли и обстоятельства не оказываются в прошлом, не буду вам пересказывать, там всё такое, значит, на дежурстве внутри вот этого вот наблюдательного пункта, этой кабины машины времени, вот, во время запуска Маруся спасает волшебного поросёнка. Но почему он волшебный, это понятно. Он жил, родился и жил миллионы и миллионы лет назад. И там за ним охотился доисторическая саблезубая какая-то пантера, да. Вот надо сказать, что Светлана Лаврова, она фанат палеонтологии. Она знает точно все виды динозавров. Она, если уж пишет что-нибудь о трилобитах, так это будет точнейшее, я бы сказал, не только анатомически верное, но и, значит, просто научно популярное, да, изложение тех частей, которые касаются вот этих самых трилобитов. Если мы говорим о динозаврах, то тут в книжке они будут упомянуты всего пару раз. Но другие доисторические животные, предки современных слонов, предки современных свиней, кабанов, вот, значит, а это у нас натуральный поросёночек, вот. Они будут описаны довольно детально. Это важно. В книге есть вот такая научная составляющая. В остальном, конечно, составляющая фантастическая, как вы понимаете. Поросёнок попадает в наши дни. В институте происходит страшный скандал, потому что они там с цветочки, с большой осторожностью рвут, да. Все помнят, конечно, рассказ Рэй Брэдбери, нельзя ничего изменять в прошлом. А тут целый натуральный поросёнок, вот негодует директор. Он не может придумать никакого наказания, и в конце концов поросёнка поселяют, значит, в семье Маруси. Потому что куда же его девать? Отдать биологам? Тогда придётся признаться, что они в нарушении всех международных запретов, значит, спасли доисторическое животное из прошлого. Потому что, ну, оно было почти съедено хищниками. Поросёнок, которого назвали Мика, это сокращенно от, значит, его латинского сложного названия доисторического, вот, оказался очень даже волшебным. Мало того, что он говорящий, правда, он разговаривает только с мороженым, но это не важно. Вот, так он ещё и крайне сообразительный. А в довершение всего он помогает им спутешествовать. Там начинаются абсолютно невероятные вещи в какие-то удивительные места, в частности, например, в кропницу самого настоящего фараона. Путь, куда ведёт через подземный лаз. Ну, эти лазы, знаете, у нас рабочие выкапывают трубы, их много остаётся. Вот, и берлогу медведей, и так далее. Если бы не сообразительность Мики, то не раз бы, наверное, значит, нашим ребятам угрожала опасность. Но в любом случае, это совершенно фантастический поросёнок. Его в конце вместе с Марусей пытаются пристроить в первый класс. Я уже настроился на такой вполне традиционный меховой интернат, а-ля Успенский, да, что там будет насучиться поросёнок, потому что там даже глава называется «Что должна уметь порядочная свинья в первом классе». Вот, порядочная свинья очень даже неплохо из карточек слова составляет. Вот, значит, экзаменатор говорит, ну что вы, что вы, тут цирковые номера показываете. Значит, это безобразие, берите поросёнка из класса, можно подумать, азбуку знает, да, тётя Бяка складывает из карточек поросёнок. Отлично, в общем, придумано. Ну, в конце концов, как вы понимаете, цирковая карьера самая подходящая для нашего поросёнка, но всех карт раскрывать не буду. Эта книга полна головокружительных приключений. Она очень смешно написана, потому что рассказ, он, конечно, такой третилищный, но он ведётся как бы немножко пропущенный сквозь зрение, сквозь восприятие мира Маруси, нашей очаровательной пятилеточкой, очень непоседливой, очень, значит, смышлёной, да, которая всё любит, чтобы было понятно, да, всё любит объяснять, да, и чувствуется, что разговоры взрослых тоже передаются услышанные её ушами. Это очаровательно, как папа с начальством общается, значит, как папа с мамой обсуждают будущее поросёнка, который теперь будет жить дома, вот, ну, вырастет кабан, там, какого вида? Ну, вот такого-то, а эти ничего, это нам повезло, в холке будет метр двадцать, да, ну, что ж, поселится в нашей комнате, а мы вчетвером переедем в детскую, вот. Я буду спать на подоконнике, говорит мама, вот. Значит, тебе я, вернее, постелю на подоконнике, говорит мама, потому что я толстенькая, я с подоконника свисаю. Ну, это очаровательный, самый очаровательный диалог родителей, который я читал за долгое время в детской литературе, да. Значит, в общем, так или иначе, пересказывать своими словами эти шутки совершенно не имеют смысла. Воврову надо читать, там вся суть именно в стиле, очень лёгком, очень интересном, таком, забавном, да, озорном, но при этом очень серьёзном, потому что, на самом деле, конечно, вот, приключение вот этого животного, это и сама мысль о том, что надо во что бы то ни стало спасти, и спасти хищников, да, вот такого вот озорного поросёночка, она, в общем, очень правильная. Вот так вот, казалось бы, поросята не летают, однако перед нами опровержение, причём научное этого факта. Спасибо за внимание.